Наконец Гена съездил за грибами. Выглянув из-под капота своей машины, он огляделся по сторонам. Еле доехал. Вздохнул он. Ну ладно, мы тебя починим, пробормотал он, пытаясь завести свою старую Ниву. В конце концов, до места оставалось совсем немного, хотя отечественный автопром снова подвёл. Зато как здесь красиво, подумал парень, снова оглядевшись вокруг. Где-то внизу шумела горная река, неся свои кристально чистые воды, а вокруг шумели деревья, упираясь верхушками в самое небо. Некоторые из них уже надели яркие осенние наряды, хвастаясь перед остальными. Им и в голову не приходило, что скоро придётся их сбросить, а кой чудесный воздух. Кажется, только он может излечить от многих болезней современного городского жителя, лёгкие которого привыкли фильтровать городской смог и копоть. Несмотря на досадную поломку, настроение у парня было приподнятым. Он был уверен, что справится с ремонтом своей старушки, как делал это не раз. К тому же цель поездки, собрать грибы, никуда не делась. Гена очень любил солёные грузди со сметаной и жареным картофелем. Ради такого удовольствия можно и погулять по лесу, тем более если это доставляет радость. С этими мыслями Геннадий вытащил голову из-под капота и обомлел. Прямо перед ним стоял огромный бурый медведь и смотрел на него. Мужчина инстинктивно отступил, лихорадочно соображая, что делать. От медведя не убежать, это было очевидно. Притвориться мёртвым, но подействует ли это, ведь хищник уже видел его живым. Да и выдержат ли нервы добровольно отдаться на милость огромному зверю. В голове мелькнуло множество мыслей о спасении, но не найдя ничего лучше, парень бросился к берегу реки и, оттолкнувшись от края, нырнул в бурлящую горную реку. Холодная вода обожгла кожу, заставив забыть о теплом солнце. Вынырнув, Гена жадно вдохнул воздух. Но выбраться на берег не получалось. Бурный поток уносил его за собой, бросая о камни. Но хуже всего было то, что, оглянувшись, он увидел, что медведь преследует его. Глаза Гены расширились от ужаса. Теперь шансов выжить почти не было. Если не утонет, так медведь съест. Его мозг не мог найти выхода. На следующем повороте реки его снова ударило о камень, и он потерял сознание. Очнувшись, мужчина увидел, что лежит на берегу. Быстро сев, он пытался отдышаться. Вода стекала с него ручьем. Значит, это было не сном. Но как он выбрался? Подняв глаза, Гена увидел ответ. Рядом снова стоял медведь и смотрел на него. «Чего тебе надо?» — крикнул Гена, понимая, что зверь мог убить его, но не сделал этого. Медведь зарычал в ответ, вытягивая шею и показывая клыки. И только теперь Гена заметил, что шею медведя стягивает колючая проволока, впившаяся в кожу. «Вот оно что», — удивился парень. «Я дурак, не мог понять, чего ты хочешь», — пробормотал он себе под нос. Видимо, месяц или больше назад медведь попал в ловушку, но вырвался, порвав проволоку. Но петля на шее осталась. Теперь, когда медведь вырос и набрал вес, она впилась в кожу, причиняя боль. «Бедный ты, бедный!» — теперь Генка пытался заговорить медведя, чтобы тому в голову не пришла мысль полакомиться им. Неизвестно, насколько действенным оказался его метод, но животное послушно ожидало, когда же человек сможет ему помочь. Судорожно пошарив по карманам, парень с облегчением нащупал пассатижи, которые помогали ему в ремонте автомобиля. Взяв руку и инструмент, Генка долго смотрел на медведя, никак не решаясь подойти к нему вплотную. Уж очень грозно выглядел дикий зверь. Но все же, совладав с нервами и про себя попросив о помощи всех своих ангелов-хранителей, парень подошел к животному. Проволока уже настолько плотно обхватила шею медведю, что Генке пришлось постараться, чтобы просунуть под нее пассатижи. Но все же ему это удалось, в следующий момент раздался щелчок и железные путы распались надвое, освободив могучую шею своего узника. Медведь, кажется, тут же почувствовал облегчение, довольно заворчав. Генка отошел на несколько шагов от хозяина леса, ожидая, что же тот будет делать дальше. А медведь, оглянувшись на него, заворчал, забавно, закинув морду вверх, и после этого со всех лап кинулся в лесную чащу. Присев на корточке, парень решил перевести дух. Да уж, сходил за грибочками, снова повторил он, не верив только что произошедшему с ним. Прошел уже почти год после встречи Геннадия с медведем. Он, конечно же, не забыл ту историю и частенько ее вспоминал, но теперь это выглядело более комично, чем страшно. Возможно, человеческая память специально все рисует в таких тонах, чтобы сохранять человеческую психику. Как бы то ни было, но Генкина любовь к лесным вылазкам никуда не делась. И вот он снова шагал по лесной тропинке с полной корзинкой беленьких лесных крепышей. Парень огляделся по сторонам, чтобы сориентироваться на местности и найти путь к своей неизменной спутнице, которая послушно дожидалась его на полянке. Вдруг его взгляд встретился со злобными маленькими глазками, пристально впившимися в него из зарослей кустарника. Генка вздрогнул от неожиданности. Кабан, догадался он. Да не просто кабан, а матерый вепрь. Парень прекрасно знал, насколько опасны эти животные, а он, видимо, зашел на их тропу, кинув тем самым вызов лесному хозяину. Оставив свою корзинку, Генка, не дожидаясь атаки сикача, тут же с проворностью белки забрался на дерево. Врешь, не возьмешь, уверенный в своей безопасности, крикнул мужчина. Кабан вышел из своего укрытия и, задрав свою тупую морду, начал присматриваться к сопернику. По всей видимости, он абсолютно не собирался уходить и решил взять противника измором. Иногда казалось, что сикач уже забыл о своей жертве. Он ходил вокруг дерева, рылом ковыряя почву и выискивая там что-то съестное. Но как только Генка делал малейшие движения, он тут же оказывался рядом, иногда даже нетерпеливо повизгивая. Тело мужчины уже начало затекать от неудобной позы. Сколько он еще сможет вот так просидеть, одному богу известно. Да и солнце уже начало кланяться горизонту. «Да чего ж тебе от меня надо?» Со злостью закричал мужчина. «Да отстань от меня», — кабан с интересом, задрав морду, разглядывал притаившегося в ветвях человека. Но даже и не думал уходить. Отчаяние накатывалось на мужчину. И в этот момент ветки кустарника раздвинулись, и показалась фигура огромного медведя. Сикач хотел было испугать незваного гостя, пригнув рыло к земле, будто готовясь к атаке, но медведь громко взревел и кинулся на дерзкого противника. Увидев это, кабан таки решил ретироваться и, со всех ног ломая ветки, скрылся в чаще. Медведь походил вокруг дерева, убедившись, что забияка уже не вернется, после чего задрал свою морду и безлобно заворчал. И только сейчас до Геннадия дошло, что это тот самый медведь, которому он когда-то помог. Косолапый сделал еще один круг вокруг дерева и растаял в густых таежных зарослях. Подождав немного, мужчина медленно спустился. Всю дорогу до дома он был в некоем изумлении от того, что собственными глазами увидел, как животные могут отвечать добром на добро. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то поддержите его, пожалуйста, лайком и подпишитесь на наш канал. У нас много интересных историй про животных.